В женской колонии строгого режима отбывают наказание около 300 женщин. Многие из них личности творческие, поэтому всегда с энтузиазмом подходят к любым празднованиям. К своему женскому дню заключенные украсили импровизированную сцену нарисованными ими же стенгазетами и подготовили поздравительные выступления. 25-летняя Ордак Баубекова отсидела год из назначенных судом 19 лет за убийство. Но за это время не потеряла своего творческого задора. На любом мероприятии она и поет, и танцует, и участвует в сценках. Говорит, что ее никто не заставляет, просто так легче коротать срок и ждать дня, когда выйдет на волю к своей любимой дочке, матери и отцу. Увлечения помогают ей не замыкаться в себе. Здесь строго, конечно, это на проверку выходить, на завтрак, на ужин. Но они нас не так уж напрягают. Мы занимаемся в любое свободное время, чем хотим, тем и занимаемся. Например, у нас библиотека есть, вот музыкалка есть, мы поем, читаем книги. В этом ничего, самый главный режим не нарушать, остальные все нормально. Администрация всегда поощряет талантливых женщин, вставших на путь исправления. Вот и сейчас поздравить осужденных с 8 марта специально приехали артисты театра оперы и балета. Но это не значит, что исправительное учреждение – курорт. Руководство колонии уверяет, что от мужских мест заключения это женское учреждение мало чем отличается. Требование такое, одинаковое. Считается, что общий режим отличается от строгого режима. Это отличие там числа свиданий, короткие, в том числе и длительные свидания, и передач посылок. Вот отличие так же. А что у них таких отличий нет? Требование такие же. Обычно заключенные стремятся сами демонстрировать свои таланты за сцены, но в свой женский день предпочли больше наслаждаться выступлениями приглашенных оперных исполнителей. Ведь песни были о любви, которая для женщин за решеткой приобрела особую ценность. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»